Аномальные морозы вновь на пороге Тверской области. Ежегодно от холодов гибнут сотни бездомных животных и уток. Зоозащитники накануне очередного похолодания просят жителей Твери проявить милосердие и по возможности подкормить или пустить погреться в помещение четвероногих братьев наших меньших и не проходить мимо нахохлившихся уток. Пока это один способ помочь им выжить. Ведь главная надежда на спасение – новый муниципальный приют, построенный больше года назад, пока так и не стал крышей над пушистыми головами. Почему эта проблема не решается и как выживают утки в других регионах, расскажем в следующем сюжете. По подсчетам специалистов, бродячие кошки и собаки в среднем живут около трех лет. При том, что их домашние собратья в разы дольше. Причины гибели – попали под колеса, пострадали от других животных, инфекционные заболевания и, конечно же, зимние морозы и голод. Как вариант решения проблемы – это приют. В Твери он есть. Его по инициативе депутатов Тверской городской думы возвели еще больше года назад. Двери этого нового муниципального приюта для животных по-прежнему закрыты. Вот уже на протяжении нескольких месяцев. А тем временем тверские бездомные кошки и собаки продолжают замерзать на улице города. Боксы и будки пустуют больше года по той причине, что чиновники не могут определиться, кто и как будет отвечать за работу приюта. Он возведен на муниципальные средства. А по закону отлов и содержание безнадзорных животных – это функция региональных властей. Но они имеют право делегировать эти полномочия, например, муниципалитету. В данном случае стоит вопрос – кому? Именно в этом и проблема. Такой еще информации полуофициальной. Наши коллеги были на заседаниях правительства. Говорят, что к этому вопросу сейчас энергично вернулись. И говорят, что даже в ближайшие месяцы какие-то подвижки должны произойти. То есть планируется выезд на место в этот приют. Будет распоряжаться его работой, имуществом, финансированием. Ну и с большой степенью вероятности это будут все-таки региональные структуры. Может быть, государственная инспекция по ветеринарии. К тому же в области планируется строительство четырех так называемых кустовых приютов. Безусловно, искоренить проблему гибели безхозяйных животных не получится. Но удастся сократить количество их голодных смертей. А пока жителям приходится обходиться своими силами. Как показал опрос, горожане стараются проявлять милосердие. И часто животные остаются жить в подвалах и подъездах. Безусловно, находятся жильцы, которые категорически против таких квартирантов. Но, к счастью, их меньшинство. А вы бездомных животных подкармливаете? Бывает. У дома своего. И где вижу. Кошечку мы подкармливаем. У нас в подъезде такая хорошая кошечка. Мы ее все кормим. Уток подкармливаем. Жалко, конечно. Холодно. И, наверное, им надо какую-то кормушку тут устроить. От города или еще как-нибудь. Жизнь тверских уток может показаться сытой и спокойной. Но это от них не так. Да, в летние месяцы их прикармливают булкой и хлебом. Что, кстати, не есть полезно для их пищеварительной системы. Кусок хлеба всегда найдется. Но полынья, где можно погреться, это редкость. Волонтеры бьют тревогу. В нескольких районах Твери из-за холода пернатые попросту замерзают на месте. Столица к решению этих вопросов подключили волонтеров. А также в процессе участвует тот, кто в ответе за водоем. Либо городская, либо частная структура. Тверские зоозащитники призывают жителей Твери и области проявить милосердие. И по возможности прикормить и уток, и животных, которые вынуждены скитаться и искать кровь и пропитание.